Я, кстати, поместил очень интересную статью Эльвана Николаевича Толстого о патриотизме на сайте у себя, и её сейчас все читают, обсуждают. Мысль проста, удивительна, что патриотизм – это зачаточное состояние общественного сознания. То есть вообще все слова, дела, связанные с этим понятием патриотизма – это отсталое сознание. Когда человечество, начиная жить единой семьёй, всякий патриотизм, всякий сепаратизм, так сказать, семейный сепаратизм – это глупость. Вообще Льву Николаевичу сильно повезло, что он имел дело с кровавым царским режимом, а не с путинским, потому что на сайтах националистов его уже назвали сепаратистом за Хаджи Мурата. И объяснили, что все неприятности России, связанные с Чечнёй, начались почему-то именно с графа Толстого. А вот наш диафренд… Я думаю, судили бы прекрасно. То есть не только о церкви отлучили бы, что не беда. Я думаю, что наш диафренд совершенно напрасно беспокоится, что не находит в себе патриотизма. Пусть по Некрасову живёт, проповедует любовь, священным словом отрицания, и СССР своей родиной ни один приличный и здравомыслящий человек не считал. Не было такой страны СССР. Я никогда, мне в голову не приходило считать СССР своей родиной. Я всегда считал своей родиной Россию. И мне даже в кошмарном сне не пришло бы в голову, ну, Беларусь тоже историческая, в общем-то, родина, хотя у меня нет беларуской крови. Мне никогда в жизни не пришло бы в голову считать своей родиной Узбекистан. По-моему, это уже извращение какое-то сексуальное. Я думаю, что вот задавший этот вопрос, что считать родиной, означает ли исчезновение СССР человек без родины, это казуистика, не имеющая вообще никакого смысла. Понятно, что страна, в которой вы родились, даже если она не изменила название, она со временем меняется. Считать ли немцам своей родиной Германию после того, как... В Детей-Рейх. Да. Ну, всем же понятен этот ответ. Так что непонятно, за что вы бьетесь. Он не знает, что ему спасать. В документах иногда, но я за тебя их заполняю, приходится писать место рождения от Барановича СССР. Это недосмотр Евросоюза. Они должны были бы запретить вообще упоминание этого государства. Да. Ну вот народ тут начал обсуждать эту тему. Это вопрос самочувствия, самоопределения. Окупация России пролетариатов, можно ли считать Россию? Россию после ее оккупации пролетариатов. Да, сами себя оккупировали. Читайте братьев Стругацких. Там, отель у погибшего альпиниста. Я сам себя запихнул под стол. Я сам себя связал. Мне кажется, бедный человек не может понять, что ему спасать. Да мы поможем. Спасайте Россию. И ваша жизнь уйдет, и жизнь ваших детей, и жизнь ваших внуков, и жизнь ваших правнуков. Хватит дела всем. Так что это не проблема. Продолжение следует...